Привет, команда! Меня зовут Наталья Зубкова, и я на уровне сейчас 9%. И в данный момент не могу я проводить планерки вживую, потому что у меня очень плохой интернет. То есть меня вот на недавней планерке Иры выкидывала аж пять раз с комнаты. Поэтому, чтобы не тратить ваше время, что вы придете, да, у меня будет без конца выбрасывать, или еще того хуже не будет интернета, я решила, что можно записывать пока вам видеопланерки вот таким вот образом. Есть некоторые моменты, которые я хочу вам рассказать. Вот, давайте поехали. Значит, смотрите, очень интересный розыгрыш у нас с этого каталога, с 16-го. Я очень хочу, чтобы участвовали все, все, все. Тем более, что у нас в команде очень много людей, очень много девчонок делает очень хорошие большие заказы. Смотрите, призовый фонд 36 тысяч рублей. И это организовала Новикова Татьяна, наш спонсор по России, наш директор по России. Это очень здорово, это очень интересно, такого еще не было. То есть все это организовывают наши директора, просто для того, чтобы нас заинтересовать, чтобы нас поощрить, чтобы нам было интересно. Значит, смотрите, призов будет 25. 25 победителей, 25 призов. Вот таким образом разделили всю сумму. Один приз получается 5000 рублей, два приза 3000, три приза по 2000, 19 призов по 1000 рублей. Согласитесь, даже просто 1000 выиграть, это тоже очень приятно. В розыгрыше принимают участие все, от директоров до самых-самых новичков, которые только пришли или которые вот еще придут до среды, в этом каталоге до среды. Сейчас расскажу вам более подробно, что это значит. Значит, смотрите, какие условия. Условий несколько. Нужно обязательно делать заказ от 150 баллов, не меньше. Обязательно делать заказ нужно на первой неделе каталога. Обязательно нужно этот заказ сразу же оплатить. Дальше нужно заполнить определенную форму для участия в розыгрыше. Форму эту я вам после этого видео сброшу. Сброшу в это видео в чат и внизу я вам сброшу вот эту форму, которую нужно заполнять. Что такое, как заполнить эту форму, там, наверное, будет понятно. Я сама, если честно, еще ее не смотрела. Но обязательно еще условие это, когда оплатите заказ, нужно будет сделать скрин этого заказа, что вот 150 баллов у вас заказ. Потом дальше что мы делаем? Мы заходим в себе в личный кабинет. Мы заходим в раздел заказы. Потом слева мы выбираем история заказа. И там есть, выскочит нам, что наш долг по заказу 0 рублей 0 копеек, 0-0. И вот это вот тоже нужно отскринить обязательно. Имя, фамилию и что вот 0-0 долг. То есть это будет обозначать, что заказ вы оплатили. И только тогда вы, получается, становитесь участником этого конкурса, этого розыгрыша. Розыгрыш будет проходить в каталоге 16, 17, в каталоге 1, 2, 3 и 4 2017 года. То есть 6 каталогов подряд. Вполне возможно, что в следующих каталогах призовой фонд будет больше. Пока наши директора собрали вот такой вот, вот столько денег. Вот. Вполне возможно, что будет больше. Условия вот такие для всех каталогов. Но в этом 16 нам сделано маленькое-маленькое послабление. Так как у нас уже первая неделя каталога закончилась, нам еще дано 3 дня. То есть до 23, по 23 ноября включительно мы еще можем сделать заказы. То есть сегодня день и плюс еще понедельник, вторник, среда. В следующих каталогах этого не будет. В воскресенье будет форма закрываться. Понимаете? То есть надо учитывать все буквально. Причем не будет учитываться, что кто живет в Москве, а кто живет на Дальнем Востоке. Разница во времени учитываться не будет. Я так понимаю, что это будет по среднему времени по Москве. Вот как есть в Москве, допустим, 00 воскресенье, все, форма закрывается. Но в этом каталоге сделано послабление. То есть 3 дня мы еще можем делать заказы по 150 баллов. И оплатить нужно до 30 ноября. Только в этом каталоге. В остальных только первая неделя каталога. Еще очень интересный момент. Значит, участвовать можно во всех шести каталогах. Можно в этом только в одном. Можно в каком-то любом одном, там в 17-м. Не важно. То есть это совершенно не имеет значения. Но все те участники, которые будут участвовать, принимать участие в этих розыгрышах, все шесть каталогов, в пятом каталоге 2017 года будет что-то интересное вот именно для тех участников, которые принимали участие во всех шести розыгрышах. Понимаете? То есть вот такой вот очень интересный конкурс. Такого у нас еще не было. Я думаю, что в принципе мы и так делаем заказы по 150 баллов и выше. Мы и так их делаем. Так почему бы не поучаствовать еще дополнительно в этом конкурсе? Чем больше человек из нашей команды будет участвовать в этом конкурсе, тем, естественно, больше вероятность, что мы выиграем. Что кто-то из наших девчонок выиграет. Теперь вот еще есть конкурсы от Даши Коровиной акции, от нашего непосредственного директора. Значит, смотрите, что она делает. Каждый новичок, который пришел в этом каталоге и сделал заказ от 30 баллов и выше, получает премию от спонсора 150 рублей. Вы делаете заказ, вы его оплачиваете, и на ваш номер консультанта Даша перечисляет 150 рублей. Единственное условие, что этот новичок должен сам лично написать Даши Коровиной в личку. В контакте, в скайпе, в одноклассниках. То есть, неважно где, но этот новичок должен написать сам. То есть, например, если напишу я за новичка или спонсор, засчитываться это не будет. Как Дашу найти, пишите мне. Пишите в чате, мы сбросим вам там контакты. И где вам удобно будет, там вы напишите. Еще один конкурс от Даши. Здесь участвуют спонсоры со своими новичками. Бывает так, что приглашает человек очень много, а новички не делают заказы. А бывает, что новички очень активные. И вот тот спонсор, у кого будет от трех новичков с заказом от 30 баллов, будет участвовать в розыгрыше. То есть, два спонсора будем разыгрывать между двумя, три между тремя и так далее. Значит, сам спонсор получает 400 рублей на свой номер консультанта. И каждый новичок этого спонсора получает по 150 баллов. То есть, я так понимаю, что пришел новичок, он и так 150 баллов получит. Плюс, если еще его спонсор будет участвовать в этой акции, то тогда он еще 150 баллов получит. То есть, 300 рублей можно заработать, просто сделав заказ от 30 баллов. Так, смотрите, вот это наша команда. Новички все должны это знать. Можете себе отскринить вот этот вот слайдик, либо я просто сброшу его, попросите в чат. Татьяна Новикова, наш директор по России. Она жила в Москве. Пять лет она в проекте. В данный момент она живет в Испании, в Валенсии. То есть, смотрите, человек начал с нуля. У нее, когда был ребенку год, у нее не было ничего. Она не могла даже нормально отпраздновать ребенку день рождения. Я всем своим новичкам даю смотреть видео «Стиль жизни» с Татьяной Новиковой, где она рассказывает о том, как она пришла вот к такому вот своему достижению. Совершенно обычная женщина. Моталась с работы на работу. Мама, муж. Еле-еле там концы с концами сводили. Был год ребеночку. Она там какой-то тортик слепила, с хлеба обмазала там какао или чем-то сгущенкой. Свечку воткнули. И вот ребенок сидит, у нее даже фотография есть. Она говорит, я смотрела на своего ребенка, и я поклялась себе, что я ради своего ребенка сделаю все. Что у моего ребенка будет все. Прошло 5 лет. В данный момент Аня живет в Испании, в Валенсии. То есть, это все реально. Это реальный человек. Это наш спонсор. Я сама лично с ней общалась. Вы тоже можете с ней общаться. Единственное, что в личку она отвечает редко, потому что она очень занята. Она ведет школу лидерства у нас каждое лето. А вот, допустим, если ходить к Тане на вебинары, то вполне можно в переписке с ней пообщаться. Она отвечает очень охотно на все вопросы и реагирует на все ваши постики, которые вы пишете именно в чате, на вебинарах вживую, когда ходите. Даша Коровина. Это наш непосредственный спонсор. Она ниже Тани. Она сейчас в закрытом звании старший золотой директор. Даша тоже. Мы пока ее персональная группа. Пока наша Катя Найферт, которая ниже Катюша, она вот-вот-вот буквально 5 минут еще едет, и она директор. Как только она выходит на директора, то мы уже становимся отдельной группой. Пока наш директор – это Даша Коровина. То есть всем надо знать наших директоров. Смотрите, обязательно для всех новичков. Когда вы приходите в проект, от вас требуется, чтобы вы общались, чтобы вы обязательно были на связи с своим спонсором. Спонсор вам всегда либо звонит, либо пишет. Все зависит от того, как связь у спонсора. Я, например, звонить не могу, но я могу с вами общаться в Вайбере. Ради бога, без проблем. Пишите мне, пишите мне в Вайбер. Устанавливайте, скачивайте себе в Вайбер. Вообще уже есть, как бы мы сейчас все переходим в Телеграм. Есть такой мессенджер новейший, который собрал в себе все самые лучшие стороны качества Вайбера, Ватсапа и Скайпа. Я, допустим, сейчас его уже устанавливаю, учусь на нем работать. То есть все переходим туда в самом быстром времени, в самом скором времени. Но пока я на связи по Ватсапу. Вайбер у меня есть, но в Вайбере переписка. Там очень плохо отправлять голосовые сообщения. Я на связи по Ватсапу. Я напишу вам свой номер телефона. Без проблем устанавливайте себе Ватсап. И тогда я смогу вас консультировать пошагово. То есть в любое время вы мне пишите вопрос просто сообщением. Я включаю, я вам голосом, голосовым сообщением все рассказываю пошагово, что нужно делать. То есть это вообще не проблема. Мы дружим, мы общаемся вот таким вот образом. Представляете, сколько долго мне пришлось бы писать. А так я могу просто включить голосовое и вам рассказать. Вы прослушайте это голосовое, когда вам угодно будет. Вы его переслушаете, вы его там на паузу поставите, сделаете. То есть это очень круто. Я всегда на связи в Ватсапе. Номер телефона, кому интересно, я дам. Вот это вот слайдик. Это телефоны горячих линий. То есть это тоже наша скорая помощь для всех-всех-всех. От директоров до самых новичков, которые только пришли. По России, по всем странам, с которыми мы работаем, есть телефоны горячих линий. Единственное, что если вы сами, допустим, в России зарегистрировали новичка там с Молдовы, с Белоруссии, откуда-то, да, с другой страны, то вы не можете в эту страну позвонить на горячую линию бесплатно. То есть новичок там должен звонить сам. Но если Россия, то тогда проблем нет. Вот этот нижний телефончик, смотрите, Россия для регионов. Вы его себе куда-то запишите, либо этот слайдик себе сохраните. То есть всегда он должен быть у вас под рукой. Потому что мы работаем по всей России. Мы работаем во многих странах СНГ. Мы работаем во многих странах мира. 52 страны мира, по-моему, сейчас у нас. И вот можете себе представить. Разное время совершенно. Совершенно разные условия работы. И не можем мы, у нас нет общего графика работы. Мы не можем встречаться, вот просто сели в 8, и все мы вот тут на связи. Такого у нас нет. Чем и хорош наш проект, что мы каждый, у нас гибкий график, мы каждый составляем себе график работы сами. Вот допустим, у меня интернет постоянно включен, но это не значит, что я сижу, я бегаю по делам, я занята, я там что-то где-то. Но в WhatsApp есть-то на связи. Вот, поэтому чаты у нас существуют. И, в общем, туда надо писать вопросы, в чаты обязательно, в скайпе, в чаты обязательно писать вопрос. Писать вопрос мне в WhatsApp. Если что-то прямо такое совсем, да, срочное, никого нету, то пишем, вот, звоним вот на этот вот телефон. По России звонок со всех операторов бесплатный. Там сидят очень грамотные специалисты, они вам подскажут, что нужно делать. Еще что хочу сказать. Скайп. Скайп – это обязательно. Обязательно устанавливаем скайп и обязательно общаемся в чатах. То есть, заходить каждый день в чат и читать там информацию, это даже не обсуждается. Это часть нашей работы. Чаты в скайпах, в скайпе чаты у нас не для того, чтобы просто мы зашли, поговорили о погоде. Там очень много информации, которая вам нужна. Спонсор не может каждому гличку бросать вот эту информацию, понимаете, это просто, ну, это нереально. Поэтому вся информация сбрасывается туда, и что там есть, это все нужно смотреть, это все нужно принимать к сведению. Все нужно что-то там себе сохранять, например, да. Туда же мы пишем вопросы. Обязательно мы заходим и здороваемся. Мы говорим, что вот, мы пришли там, всем привет, у меня такой-то вопрос. Или, может быть, если вы спонсор, чем помочь? То есть, это обязательно, понимаете, кто не общается в чатах, не общается, тот не в бизнесе. Это не бизнес, это не работа. Это равностильно тому, что вы пришли на работу утром, да, допустим, в офис свой, мимо всех прошли молча, сели в свой угол куда-то там, да, за компьютером, и все, вы ни с кем не разговариваете, не общаетесь, ничего. Вечером так же встали, ни до свидания, ничего, ушли, понимаете? Ну, так не бывает. Мы все работаем с людьми, тем более, что у нас бизнес человеческих отношений. Пожалуйста, не обижайтесь, если спонсор сразу вам не ответил. Прошу вас, не обижайтесь. Спонсор ответит вам обязательно, когда он прочитает ваш вопрос. Вот, то есть, это нормально. Так, ну вот, наверное, все по этому слайдику я сказала. А, знаете, еще что хочу сказать? Если какая-то информация в чатах вам интересна, вам она нужна будет для работы, в скайпе очень часто чат бежит, он убегает, и вам потом трудно будет эту информацию найти. Поэтому сделайте себе на рабочем столе папочки. Значит, как минимум, сначала, как минимум, 4 папочки себе сделайте. Первая папочка – это пароли. Я делаю ее, это текстовый документ, блокнот. Это очень просто. Тем более, что с блокнота потом все это можно копировать, вставлять. И не заблокировать странички, когда вы копируете с блокнота, потому что тогда меняется HTML-код вот этого сообщения. Если вы просто скопировали, допустим, ВКонтакте, и тут же ВКонтакте вставили, вас могут заблокировать за это. А так вы это все кидаете в папочку себе, блокнот, оттуда копируете, тогда все сообщение как будто оно новое совершенно. Как минимум, надо сделать себе 4 папочки на рабочем столе. Папочка документы. Пароли у меня папка есть. Это обязательно сохранять туда все свои пароли. Потому что у вас сейчас будет много паролей. У вас будет много рабочих страничек. У вас будут брендовые странички, паролей будет очень много. Поэтому нужно это все туда сохранять. Папочка пароли. Папочка полезные ссылочки. То есть какие-то там программки, что-то где-то мы в чате бросаем, мы вам советуем. Какие-то таблички. То есть вы туда это все копируете, сохраняете, чтобы потом не искать. Папочка записи вебинаров. Какие-то вебинары можно не все сохранять, а вебинары, которые вам нужны будут конкретно для работы, конкретно, например, по вашей социальной сети, где вы решили работать. Так, полезные ссылочки, пароли. А, и еще четвертая папочка – шаблоны. То есть вы работаете, вы что-то где-то услышали, что-то где-то увидели в соцсетях. Копируйте в эту папочку себе. Потом будете переделывать под себя. Это очень удобно. Тоже потом не искать. Еще для помощи своей команде есть такая у меня группа ВКонтакте. Так, то есть смотрите, как только вы пришли в проект, в команду, мы сразу вам советуем развивать личный бренд. Для чего это делается? Личный бренд – это ваше имя, это ваш образ жизни, это ваш стиль жизни, это вы сами. Это ваши личные странички, на которых вы будете писать, как вы живете. Это как бы, знаете, дневник такой о вас. Это такая наука, очень интересная наука, и она пригодится вам не только в работе в Арифлее. Это пиар. Это вы будете себя пиарить. Как это все делать? Мы вам дадим вебинары, мы вам все расскажем. Если что, можно со мной поговорить в WhatsApp, и я все расскажу подробненько. Обязательно развивая личный бренд. Вы пришли в проект, нужно обязательно сделать по одной страничке брендовой в каждой соцсети. То есть, как минимум, это Одноклассники, это Контакт, Фейсбук, Инстаграм. Как минимум, в этих четырех социальных сетях вы должны сделать по одной страничке. Не важно, например, будете вы работать в ВКонтакте или нет, но одна страничка у вас там должна быть, и вы должны будете ее развивать. Это просто совет такой от лидера. Почему? Потому что для чего это делается? Развитие личного бренда – это задел такой на будущее. Мы этим самым будущим будем иметь пассивный рекрутинг, пассивные регистрации. Мы в нашем проекте рекрутируем непостоянно. Многие этого боятся. Мне всю жизнь придется рекрутировать. Да ничего подобного. Нужно хорошо поработать максимум 2-3 года. Максимум. Порекрутировать. В это время все мы развиваем личный бренд. Наши все знакомые начинают за нами наблюдать. То есть у вас есть личные странички. Переводите их в личный бренд. Как это делать, мы научим. Люди за вами наблюдают. Люди потом будут приходить на ваш образ, на ваш стиль жизни, на ваши красивые фотографии, на ваши фотографии с банкетов, с путешествий. То есть все там вот это вот будет. Поэтому это просто обязательно. Не надо говорить, а я потом это сделаю. Понимаете? Вы просто упустите время. Если у вас уже есть личные странички в этих соцсетях, то мы просто плавно переводим их брендовые. Вот и все. Обязательно делаем страничку в ВКонтакте. И после того, как вы сделаете страничку ВКонтакте, стучитесь ко мне вот в эту группу. Я тоже сброшу вам ссылочку на эту группу под видео. Кину видео в чат и внизу брошу ссылочку на вот эту группу. Группа закрытая. Группа только для моей команды. Только для тех, кто делает 150 баллов и активно включается в работу. Группа для тех, кто хочет чего-то достичь в этой жизни. Что там в ней? Там у меня записи всех вебинаров, которые мне доступны. Там их очень много. На любой случай, на любую соцсеть. То есть очень-очень много всего. Вы просто туда заходите и смотрите, ищите, берете все, что вам нужно. Плюс ко всему там есть обсуждения, темы. Об этих темах тоже много полезной информации. И там есть прямо плейлисты у меня по работе в каждой соцсети. То есть там есть плейлист по работе в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, YouTube и так далее. Очень много. Все, что вам нужно, просто вот вы туда заходите и берете. Я считаю, вы когда-нибудь, может быть, тоже сделаете такую группу. Но так как у меня эта группа уже есть, я туда всех своих активных новичков добавляю. Так, дальше. Смотрите, в прошлом каталоге в 15-м. Команда у нас еще маленькая. Но к нам уже пришли 7 человек в прошлом каталоге. Что я хочу сказать? Вот пришло 7 человек. Из этих 7 человек у нас 3 человека активных. Представляете, из 7-3. Эта статистика просто обалденная. Это практически 50%. Обычно статистика такая. Это 10 человек приходит, из них 1-2 активные. У нас из 7 человек 3. Понимаете? Это круто. Это значит, мы дружная команда. Значит, мы очень хорошо работаем. Значит, мы как-то вот, наверное, хорошо общаемся с людьми. То есть люди к нам тянутся, и мы людям помогаем. То есть вот 3 человека. Наумова Людмила, Моисеева Катя и Савченко Лариса. То есть вот 3 девочки, которые уже просто вот молодцы. Лариса Савченко, она в прошлом каталоге пришла. В этом каталоге она уже заказ сделала на 161 балл. То есть вот молодец. Скорее всего, Лариса, я напишу еще Лариса в личку тебе, чтобы ты обязательно поучаствовала в этом конкурсе. Так, новые уровни в команде за прошлый каталог у нас. У нас 3 новых уровня, 6%. И у нас получается 5 новых уровней, 3%. Девчонки, молодцы. Герта, она только пришла и сразу же сделала большой заказ. Сейчас, Герта, я тебя поздравляю, ты молочиночка такая. Продолжай в том же духе. Я знаю, что у тебя проблемы с интернетом, но проблемы с интернетом и у меня. Они у всех. Можно найти выход. Можно. И можно общаться. Если что, прямо вот устанавливай WhatsApp. Я знаю, что WhatsApp у тебя есть. Пиши мне в личку. Вот и все. Или Катя. Катя Найпер. Ты, по-моему, с ней хорошо общаешься. Так. Смотрите, вот наши новые 6%. Комарова Света. Моя подруга уже. Пришла она недавно в проект. По-моему, она всего 5 каталогов в проекте. Девчонка классная. Как мы встретились, я не знаю. Просто она мне поверила, а я ее очень полюбила. Просто мы вот просто даже с ней, знаете, по WhatsApp общаемся. Уже даже не совсем на темы работы. У нас есть много интересов. Таких, которые общих интересов. То есть, ну я не знаю. Света моя подруга. Зубков Андрей, ну это мой муж. Он не работает. Он работает на производстве. Но он у меня зарегистрирован в мою первую линию. И он у меня просто, я хочу из него его вывести на директора. Ну и Русанова Оля, она тоже не работает. Это моя подруга. Она зарегистрировалась на потребление витамин Wellness. То есть, она уже девочка в возрасте такая. И она обалдеет от наших витамин. Она говорит, что после того, как начала принимать витамины Wellness, она и бодренькая, она и бегает за 60 уже далеко. И как-то у нее был перерыв, потому что она не могла приобрести витамины по реальной цене. Она обычно пользуется всегда распродажами, когда витамины есть по распродаже. И вот они у нее закончились, а распродажа новая еще не пришла, не наступила. И она купила витамины в аптеке. Она говорит, вы знаете, ни о чем совсем. Вот совсем ни о чем. То есть, хуже не стало. Хуже ей от этих витамин не стало. Но она говорит, я вообще эффекта не почувствовала никакого. Если учесть, что я всю жизнь те витамины пила с аптеки. И вот у меня сравнение с витаминами Wellness. То есть, о витаминах Wellness я потом запишу отдельную планерочку такую, сделаю видео. Вам расскажу про вот эти вот витамины Wellness. Активные партнеры каталога номер 15. Активные – это те, кто сделал заказики. Это те, кто у нас рекрутирует. Это те, кто у нас... Так, хорошо. Вот. Это те, кто делает заказики у нас. Это те, кто у нас рекрутирует, кто общается со спонсором. И посмотрите тоже, какая у нас статистика. У нас не так много делают заказы. Да, не так много. Но какой у нас хороший средний уровень по команде. Вы посмотрите. У нас 119 баллов средний уровень по команде. Так, что-то я не могу понять, записывает или не записывает. Записывает. Все, девчонки, извините. Записывает. Значит, поздравляю всех. Очень хочу, чтобы вот все, кто сейчас 152 балла, 150. Вот здесь, смотрите, какой у нас большой списочек, чтобы все поучаствовали в этом конкурсе. Так, еще, когда я буду записывать вот эти планерочки свои, я буду вам каждую планерочку, может, что-то новое добавлять. Фишечки такие от лидера. Такие, знаете, подсказки небольшие. То есть, это уже из собственного опыта. Раскручиваем личный бренд. Я вам уже сказала об этом. Что такое личный бренд? Это есть специальные вебинары у нас. Может быть, я со временем проведу такую маленькую планерочку тоже, что по личному бренду. Есть такая фишечка одна очень интересная. Не каждый может писать от себя что-то, да. То есть, личный бренд, это мы обязательно каждый день, мы выставляем какой-то постик. Пока вы новичок, пока у вас еще нет личных регистраций, пока у вас еще нету своей команды, то вы каждый каталог просто пишите о себе. Вот сегодня у меня день так-то прошел, вот я там приняла витаминки. Вот всему мы этому научим. Но очень трудно писать тексты от себя, не каждому это дано. Поэтому мой такой совет. Ищите наших лидеров. Вот наши вебинары, вы смотрите записи вебинаров. Ищите этих лидеров в социальных сетях, добавляйтесь к ним, к этим лидерам друзья. И просто копируйте их цитаты, их выступления, которые вот они статусы свои ставят. Копируйте вот эти тексты, заведите себе папочку специальную такую, например, личный бренд, к примеру, да, назовите там. И туда это все копируете. Но не выставляйте это сразу, а просто вот вы накопируете много у разных лидеров, да. И пройдет, допустим, недели две, там три, например, да, и вы этот постик уже можете себе выставить. Естественно, немножко под себя переделать. Обязательно внимательно прочитать и переделать под себя, потому что вы это пишете от себя, а не от того лидера, у которого вы это скопировали. Дальше. Раскручиваем свой канал YouTube. Канал YouTube это очень круто. Это ничего сложного там нет. Есть у меня вот в моей же группе, которая в ВКонтакте. Там у меня есть целый плейлист, как работать на канале YouTube. Даже рекрутируют некоторые каналы YouTube. Как его можно раскручивать? Это очень просто. Вы его просто заводите, вы кидаете в чат нам ссылочку на свой канал. Мы все туда подписываемся к вам. И начинаем просто снимать видео, коротенькие видео, там на телефон, на фотоаппарат, на камеру о своих заказах. То есть вы получили заказ. Вы просто открываете коробочку и начинаете рассказывать о том, что вы приобрели. Как вам все это нравится, какое-то все приятное там допустим на ощупь, как это все красиво упаковано, как это классно, как это круто. Если у вас уже есть какой-то любимый продукт, обязательно о нем расскажите. Можно отдельно записать видео просто о своем любимом продукте. Потом эти видео вы даете смотреть нам. Мы все вам там просматриваем. Видео набирает просмотры. Вы можете это видео сбрасывать своим друзьям, своим коллегам, тем, кого вы хотите, своему теплому кругу, который вы хотите себе, чтобы они пришли к вам. То есть может быть они просто придут к вам пока на потребление, да, и вы их подпишите под себя, просто на потребление. Но они будут видеть, что это вы, что это ваш заказ, что вы его покупаете, что вы уже можете рассказать о продукции. То есть это обязательно, это такой совет. Делаем свои вирусные картинки. Вирусные картинки, которые бегают по интернету, вот эти все, они уже до такой степени всем надоели, что люди просто их спамят и люди от них уже отворачиваются. Делаем свои картинки. Как делать свою вирусную картинку? У меня тоже есть видео на моем канале YouTube. Там есть такое видео. Делайте свои картиночки со своими фотографиями, со своими текстами. Вот, ставьте на этой картиночке свои контакты, допустим, там WhatsApp или там Skype или еще что-то, чтобы люди видели, что картинка ваша. Такую картинку трудно скопировать и вставить. Их никто не будет у вас воровать, потому что там будет ваша фотография. На такие картинки люди идут, потому что это вирусная картинка, да, это ваш личный бренд, опять же. Это вы развивать будете таким образом еще личный свой бренд. Так, и еще один совет. В первую очередь, когда вы только пришли в проект, работать начинаем с теплым кругом. Это обязательно теплый круг. У всех теплый круг разный. Есть такие лидеры, которые уже достигли очень высоких званий, но теплый круг у них вообще никакой, да, вообще никакой. Есть, вот я смотрела вебинары, человек уже сафировый директор, а теплый круг у нее, ну вообще, она говорит, приходит, повесели, ушли. Приходит, как ты молодец, ты так это, мы тоже хотим. Пришли, повесели, ушли. А есть люди, у которых теплый круг просто очень отзывчивый, просто очень классный. То есть, и когда в команде есть люди с теплого круга, эта команда развивается очень быстро, очень, потому что здесь все основано на доверии. Что такое теплый круг? Это все ваши родные, знакомые, друзья, просто какие-то люди, которыми вы когда-то просто где-то работали вместе. Это родители ваших детей, это родители ваших там по школе, по каким-то секциям. Это люди с поликлиники, к которым вы ходите. Ваши парикмахеры, там продавцы в магазинах были сезжают. Что это вот это все теплый круг. Любой человек, с которым вы когда-то визуально были там, контактировали, знакомились, просто там привет на улице. Это все теплый круг. Их всех нужно не уговаривать ни в коем случае. Об этом тоже есть вебинары, как работать с теплым кругом. Но вы должны всем просто оповестить, что я работаю. Если что-то тебе нужно будет вдруг когда-то, да, вот мало ли какая ситуация. Сегодня ты на коне, сегодня у тебя бизнес, завтра у тебя все сломалось, все провалилось. Кризис в мире, кризис в стране. Имея в виду, я работаю, у меня классная работа в интернете. И я тебя приму на работу и помогу. В ни в коем случае. То есть вы именно вот так, просто эти люди должны знать. У человека в подсознании все равно это отложится. Что вот вы там работаете. Ну, прежде всего человек начнет за вами наблюдать. Он добавится к вам в какой-то соцсети, начнет за вами наблюдать. Человек придет к вам сам, если он увидит, что у вас есть рост, что у вас есть какой-то успех. Ну и, конечно, просто можно сделать первые странички, которые вы будете делать в соцсетях для работы. Сделайте странички по своему городу, по своей области, по своему району. Это очень классно, когда есть у вас новички в команде из своего города, с которыми можно встретиться, с которыми можно поговорить. Вживую им все рассказать, все показать. То есть это очень классно, понимаете. Вот, ну вот такие вот пока фишечки. Я, наверное, буду каждый месяц что-то, может быть, проводить, когда каждый каталог буду, что-то буду добавлять. Пока еще не знаю. Значит, смотрите. Я уверен, что каждый человек может прожить великую жизнь. Это великий коуч, очень, очень великий коуч. Я считаю, я за ним наблюдаю, я хожу на его тренинги, у меня подписка на него. Он говорит, я уверен, что каждый человек может прожить великую жизнь, и для этого необходим только один компонент, огромная мотивация. Если есть мотивация, которая не отпускает тебя ни ночью, ни днем, то ты найдешь учителей, ты поставишь правильную цель, ты научишься всему, что необходимо для достижения цели. У большинства людей нет мотивации, они загораются и бросают. Их не хватает на 10 тысяч часов необходимых действий, поэтому единицы достигают уровня мастерства. Сверхмотивация. Это мощный внутренний огонь, который называют харизмой или воодушевлением. Представь, как бы ты действовал, если бы от достижения твоей цели зависела твоя жизнь. А если бы твоя жизнь и жизнь твоих близких, да ты бы горы мог свернуть. Поэтому, когда мы приходим в проект, сразу же мы связываемся со спонсором, и мы прежде всего ставим себе цель. Когда нет цели, когда вы просто пришли, ну я посмотрю, подумаю, может получится. Не получится. Вот в таком случае не получится ничего. Должна быть цель. В основном у нас в проекте работают девчонки молодые, у которых дети. Дети – это наша самая главная мотивация. Девочки, давайте сделаем так, чтобы у наших детей было все. Чтобы мы могли в любое время собраться и сказать, все, я устала, я хочу на море. Детей в охапку и поехала на любое море, которое ты захочешь. Понимаете? Красное, Средиземное, любое. Понимаете? Просто собралась и поехала, невзирая на цены, невзирая на погоду, невзирая, нет начальника, потому что я сама себе начальник. То есть беру отель с интернетом, там работаю, оттуда провожу классные вебинары, мотивирую команду, отдыхаю. И мои дети загорают, купаются и набираются сил. А может быть родители, у кого родители еще живы, кто еще может отблагодарить своих родителей за то, что они выпустили вас в эту жизнь, за то, что они дали, они вас вырастили. Ничего наши родители по сути в жизни не видели. Как правило в наш проект приходят люди, которые за хорошей жизнью приходят люди, за хорошей жизнью. Люди приходят бедненькие, люди, которые чего-то хотят добиться в жизни, хотят стать финансово независимыми. Вы можете помочь своим родным. Вы можете за через два года, за два года работы, заработать себе такую зарплату, чтобы собрать папу с мамой и отправить их на месяц куда-то отдыхать. Ну пусть они отдохнут, пусть они посмотрят этот мир. Они, я думаю, заслужили этого. Какие-то цели конкретные надо перед собой ставить. Когда цель перед тобой расплывчатая, перед глазами не получится ничего. Ну и вот для тех, кто посмотрит вот это вот мое видео, смотрите им обязательно. Вот такая вот интересная загадка. Смотрите, пришел сетевой маркетинг в лес. Звери стали спорить, кто быстрее выйдет на директора. Лиса говорит, я самая хитрая, я любого говорю. Лев говорит, я самый главный, я прикажу. Заяц говорит, я самый быстрый, я всех быстрее, быстрее всех оббегу и приглашу. Так вот смотрите, кто из зверей в лесу стал самым первым директором сетевой компании? Вот такая загадочка. Напишите мне в личку, потому что кто-то знает уже, кто-то не знает. Напишите мне в личку и мы это все обсудим. Ну вот, пока все у меня. Смотрите им обязательно, скину все в чат и под чатом то, что я обещала, все ссылочки полезные. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok